Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Продолжаем играть NF-марш, 22-ая ферма. У нас, друзья, наступил август, почти 7 часов утра, и у нас уже вовсю кипит работа. На самом деле, это еще с прошлого дня. 65-е поле у нас культивируется после уборки. Тут сейчас 4 наших маленьких чизеля это все делают, а также у нас еще, если мы посмотрим карту, то 78-е поле, чуть больше, чем наполовину, уже тоже закультивировано. Ну и 2 часа ему еще осталось работать, так что пусть он там катается, мы его трогать не будем. Докатается сам, и все у него будет нормально. Какие, друзья, у нас планы вообще на август? Ну, первое, разумеется, друзья, обслужить наше производство. Тут ничего нового, все как обычно, каждый день нужно этим заниматься. И, кстати, интересно, у нас первые сегодня новые коровки появились. Точнее, первые телята. 56 мальчиков и 57 девочек. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, что мальчиков почти столько же, но ладно. Короче, они пока есть, и хрен с ними, я их трогать не буду. Также, друзья, у нас практически сутки проработали наше производство новое, поэтому я предлагаю посмотреть, что они нам сделали. Сыроварня. Немножечко сыра нам наделала уже. Я сюда полподдона деревянных ящиков. Я посмотрел, 50 ящиков, 50 литров требуется в час. За 24 часа требуется 1200. То есть, одного поддона хватает на несколько дней. Поэтому париться по этому поводу особо сильно не стоит. Деревянные ящики у нас в большом избытке производятся. Там все нормально. Ну и, друзья, самое главное, у нас сегодня продолжается большая уборочная. Во-первых, наша кукурузка вымахала до размеров, когда ее можно собирать насечку. Чем мы обязательно займемся, но попозже. Далее гречиха, которая у нас идет на гречневую муку. Созрело, сегодня надо убрать. Друзья, извините, задерганность сегодня. У меня что-то с компом непонятное. Мне впадло, честно говоря, его перезагружать сейчас. Тем более, что я сейчас ненадолго. С юзбишниками какая-то херня. Воткнул винчестер. Куча ошибок. Наушники пришлось передернуть. Не хотели ни звуковоспроизводить, ни записывать ничего. И геймпад сейчас что-то не работает. Прям бинго какое-то. Так вот, 19-е поле. Пшеница созрела. Это у нас пойдет пшеница на ферментатор солода. Для нашего пива ячмень на соседнем поле созрел. Он у нас пойдет ровно туда же. Также 16-е, 15-е поле сорга, друзья, созрела. Что тоже пойдет на ферментатор. Ну, тут что-то на ферментатор, что-то на патоку пойдет. И хмель, друзья, на 53-м поле тоже созрел. Короче говоря, все вот это вот дело нам сегодня нужно обязательно убрать. Контракт на 65-м поле завершен. Давайте его примем. Плюс, друзья, кроме всего прочего, у нас есть контракт на посев, откуда-то взялся. Один контракт на прополку. Несколько контрактов на уборку урожая. И 66-е поле здесь в том числе созрело, что вкусно. И на удобрение есть у нас контрактики, что тоже хорошо. Ну и такое, знаете, в последнюю очередь будем делать. Надо сначала разобраться именно со своей фермой. Также, друзья, если верить календарю, то сегодня мы можем начинать сеять канулу. И мы, собственно, на 42-е поле ее и посеем. Так что задач выше крыши. Но для начала, друзья, я предлагаю разобраться с нашими производствами. И начать, друзья, с остатков с прошлой серии. У нас, смотрите, у нас осталось 13 кубов канолы. Это с 54-го поля с контракта. Волбы осталось много. Пшеницы 5 кубов осталось. И ячменя 13. Надо, наверное, все это дело распихать по производствам. Как вы думаете? Вот и я думаю, что надо. Также, кстати, у нас скоро созреет наш силос в силосной яме. Его нужно будет убрать. Вывести отсюда, потому что сегодня мы забиваем это все дело сечкой. Или я вот думаю, как-то более постепенно это все делать. Нет? Шаг за шагом. Ладно, давайте шаг за шагом. И первое, что я хочу сделать, прям, то, что прям надо сделать. Это, друзья, установить ферментатор солода. Передуборочный, не после нее. Обычно у нас производство в конце серии идет. Вот сегодня мы и с этого начнем. Вот на эту площадку это все дело у нас устанавливается. На сахарном заводе выделено ему тут место. Вот такая штука. Ферментатор солода. Наверное, вот этой стороной его надо правильно ставить. Ну и, судя по всему, здесь прямо в угол. Как-то вот так вот он должен устанавливаться. И уже... Тихо. Тихо, я сказал. Устанавливаем. Бздынь. Ну и, соответственно, смотрим. Триггера все есть. Ничего никуда не залазит. Здесь у нас выгрузка что-то сыпучиво будет. Может быть, даже и самого этого солода. Здесь у нас прием пустых поддонов. Хотя нет, продукция должна появляться здесь. А, но там же шатхоты, наверное, будет какой-нибудь корм для свиней. Или что-нибудь в этом духе. Давайте посмотрим, что он делает. Он у нас делает три вида солода. И да, корм для свиней у нас. Выходит, сточную воду сразу же ставим. Так, нащелкал. На распределение. Задолбался я ее возить, если честно. В общем, что сюда надо привезти? Надо привезти воду, поддоны. И, соответственно, сорга, ячмень, пшеница. То, что мы сегодня будем убирать для этого дела, специально выведенного. Выделя ногу. Надо еще и автодрайв сюда прописать тогда. А да, без геймпада мне сейчас будет как-то особенно грустненько этим заниматься. Ну ладно, ничего не попишешь. Те же как-то играют, я что, хуже что ли? Так, вот здесь вот у нас проходит наш автодрайв на сахарном заводе. Соответственно, здесь все просто. Проезжаем насквозь вот здесь на выгрузку. И объезжаем с этой стороны на загрузку корма для свиней. А, ну и вот сточная вода, наверное, точку мы тоже сделаем на всякий случай. С выгрузкой поддонов. В принципе, там контейнеры нормально будут разгружаться. Короче говоря, пробую на клавиатуре это все дело нарисовать. Будет кривовато, но уж не серчайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вроде как и все, друзья. Довольно-таки быстро справился я. Ой, не та кнопочка. Точки солод я назвал все. И мы их переместим в папку с сахарным заводом. Потому что у нас это здесь все находится. Я, скорее всего, буду понимать, что здесь это именно все на сахарном заводе. Ну, получилось максимально ровно, насколько я смог. Уж извините. Не стреляйте в пианиста, он танцует как умеет. Играет как умеет. Почему он танцует? Непонятно. Ладно. Так, запускать эту штуку мы пока что не будем. Но, наверное... А, нам же еще воду здесь надо выгружать, да? Я что-то даже не обратил внимания, куда. А ну-ка стоять. Вот здесь получение товара жидкости, кстати, на выгрузку зерна. Может, оно и будет разгружаться. Ну, давайте на всякий случай просто добавим точку еще одну. Это все-таки несложно делается. Вот, 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 вот эту вот правую. Это будет солод. Выгрузка вода. Ее тогда тоже переносим. В сахарный завод. Все, теперь, друг, едь домой. Ну и что, давайте тогда займемся нашими производствами. Отправляем всех, чтобы раньше вот этот список закрыть. Итак, на производство удобрений у нас требуется навоз. И вот туда влазит аж 600 кубов. Поэтому ты... Да все равно столько не надо. Есть на коровник навоз. И на производство удобрений выгрузка вези этот самый навоз. Четыре раза 240 кубов вполне себе достаточно. Готово. Фед свинарный корм требует. И, кстати, что у нас по корму? Он у нас все-таки производится на нашем НПЗ. Тут есть на один прицеп. На самом деле пока маловато, все равно потом понадобится еще, пускай купится. Поэтому мы его просто купим. Давай тоже четыре раза. Едешь на закупку материалов ЖД вокзал. И выгружаешься на свинарник Еда-Вода. И возишь туда корм для свиней. Во. Четыре раза. Погнал. Тоже все сначала чиниться. Да, немного катались на последней поездке. Далее бега с север. Нужен силос. Интересно, есть ли он у нас там. Нет у нас здесь его, здесь только солома лежит. И солома бобовых. Кстати, я так и не посмотрел, сколько у нас на базе солома-то лежит. Я же все собрал и увез на базу. 13 миллионов литров. Нормально. Есть подозрение, что продадим мы ее всю. Короче говоря, силос будем возить отсюда. Но для силоса у нас есть, друзья, фуражный прицеп. Зачем я сюда вернулся? Вот этот прицепчик, который здесь стоит. Он с базы один раз заберет у нас. Так, я не в ту машину сел. Как неудобно мышкой крутить его, вы только знали. Так вот, ты едешь на элеватор, элеватор. Выгружаться ты едешь, биогаз северный, разгрузка. И везешь ты силос. И делаешь это аж два раза. 600 кубов, этого будет выше крыши. Далее по списку требуется щепа на целлюлозной фабрике. Это мы тоже можем устроить. Щепы на заводах у нас, наверное, уже мало. Все это время последние я чисто с лесопилки щепу возил. Но сейчас ее там прям действительно мало. А у планок много надо забрать будет. Щепы 140 кубов, это никуда не годится, поэтому с базы он это все будет возить. Щепы на целлюлозной фабрике требуется много, поэтому его вот 6 раз. Плюс он еще потом заправится, съездит. Короче, пускай возит. Ему, скорее всего, это прям надолго. Целлюлозная фабрика щепа с элеватора. Давай, едь. Тоже сначала чиниться поехал. Ну и ладно. Далее по списку у нас производство удобрений требует компост. И этот самый компост есть у нас на компост-мастере нашем. Я откуда-то из прошлых ферм именно компостер называю как компост-мастером. Не знаю почему. Короче, здесь его лежит много. Прямо рядом с производством удобрений. Поэтому можно отправить туда вот эту вот штуку, которая там просто покатается, покрутится. Поэтому ты, друг, у нас едешь на компост-загрузка. И разгружаешься на производство удобрений-выгрузка. И везешь правильно компост. 9 раз. Там вроде как есть разворот для него. Поэтому он должен быстро справиться. Далее, друзья, идем по списку. НПЗ сырая нефть требуется. Для этого нам уже потребуются бочки. У нас их есть аж три. И одну из них мы для этих целей и забираем. Сколько у нас там нефти-то нас собиралось уже? 247 кубов. Это получается 4 раза полных. Ну и 5 неполных. Короче, 5 раз мы его отправляем тогда съездить. Сырая нефть. Выгружаться будешь на НПЗ выгрузка. А загружаться будешь нефть-загрузка. 5 раз погнал. Идем далее. Подписку нам нужна столярка-планки. Это не проблема. Единственное, давайте посмотрим еще сколько туда обычно планок мы завозим. Сюда влазит много. Ну так, относительно много. А лежит их у нас. Тоже хватает, в общем-то. Ну давай, ты съезди тогда 3 раза. 210 кубов. Этого будет вполне достаточно. Отвези планки со склада на столярку. Столярка-выгрузка. Давай тоже едь. У него тоже топливо закончится. Скоро он может сбросить счетчик. Но ничего страшного. Далее, по этому списку фэт-коровник вода нужна. Это опять-таки у нас делают бочки. На этот раз вот ты поедешь этим заниматься. Сколько туда воды-то надо, а? Вода у них, кстати, тоже быстро заканчивается относительно. 300 кубов им сейчас влезет. Поэтому 6 поездок на 300 кубов мы туда и отвезем. Все просто. Сейчас только посмотрим, откуда мы ее будем возить. Потому что, если столько есть на водочистной станции, то мы ее заберем оттуда. А столько есть на водочистной станции. Поэтому ты, друг, тогда едешь на водочистную станцию. Водочистная станция, водозагрузка. Выгружаешься ты у коровника водам. И везешь воду. Не гербицид, а воду. 6 раз. Давай, погнал. Далее, по списку производство извести требует у нас дизельное топливо. И, опять-таки, это у нас работа для вот этой бочки. Производство извести. Ага. Топливо сюда влазит немного, поэтому мы отправим маленькую бочку. У нас есть на такой случай. Всего лишь одну поездку ей надо будет сделать в этой самой маленькой бочке. НПЗ загрузка топлива. И у нас в карьере известь выгрузка топлива. И везешь ты, само собой, известь. Давай, друг, погнал-то. Один разик всего тебе надо съездить. Так, а планкам мы, друзья, которые у нас товарищи возят планки, мы не сбросили 50 кубов ему лимит заполнения. Как бы, в принципе, это ничего страшного. Было бы неплохо его сейчас перехватить. Вот он. А ну-ка, дружище, стой. Тут мы делаем сброс. И давай, езди, катайся. К второму тоже я, наверное, сброс не сделал. Там вообще 25 кубов должно стоять. Да, тут у нас 25 кубов. Хорошо, сбрасываем. Итак, с вот этому товарищу тогда нужно будет отвезти один прицеп поддонов нашему рыбаку. Сколько их туда влазит? Ага, 60 кубов всего. Тогда 50, друг, вези всего. Давай тебе две поездки. Когда он выгрузится первый раз, мы поменяем на другого рыбака. Так, поддоны. Везешь ты это все дело. Рыбак один, выгрузка. Загружаешься на складе. Давай, друг, погнал. Так, ну и у нас, получается, все в работе. На лесопилку нужно отвезти дерево. На биогаз север нужно будет отвезти навоз. Но это как только освободится какая-нибудь возилка. Ты, друг, тогда поехали пособираем продукцию всю с заводов. Едь сначала к лесорубу. Заберем там дерево, выгрузим его сразу на лесопилку, все. Даже через склад его возить не будем. Кстати, по поводу техобслуживания. 57 кубов собирался на этой, значит, и на второй тоже самое примерно. Давай, загружайся. У нас где-то застрял один из тракторов. Мэйси Фергюсон. Кто такой Мэйси Фергюсон? Видимо, вот этот, который загрузка топлива. У него здесь известь стоит. А почему у него здесь известь стоит, если надо дизельное топливо, непонятно. Все поменяли, давай загружайся. Так, все остальные вроде работают. Все у всех хорошо. Также, друзья, наверное, имеет смысл отправить товарища, который у нас полольник, контракт выполнять. У нас прополка на поле номер 8. Блин, за 5000, зачем я его взял? Ну, ладно уже. Ну, давай сгенерируем тебе тогда курс. И отправим тебя работать на поле номер 8. Давай, работай. Также у нас есть один контракт на посев. 73 поле, туда надо посеять горчичное зерно. Поэтому выбираем здесь горчичное зерно. Вот оно. И отправляем его на поле номер 73. Оно маленькое, он это быстро сделает. Давай, друг, тоже погнал. А также нам надо засеять еще свое поле. У нас есть свободная сейлка. Мы это поле будем сеять канолой. Поэтому этого товарища мы тоже сразу туда отправляем. У нас будет поле номер 42. Поле номер 42. Давай, друг, тоже еть сей там все со всей силой. Вот сколько у нас сразу ребятишек в работе. Вольва где-то остановилась какая-то. А, это та, которую мы отправили за поддонами. Вот это у нас остановилось. Ничего страшного. Включаем автозагрузку. Становимся вот туда. И выгружаем все дерево, что у нас есть. Его есть, кстати, не так уж и мало. По 12 поддонов можно выгрузить. Давайте, залетайте. А мы поедем к следующей точке загрузки. И делаем здесь абсолютно ту же самую операцию. 12 поддонов выгружаем. Они залетают. И к третьему лесорубу подъезжаем. И 12 поддонов выгружаем. И отсюда. Все, они уже пошли собираться. Потихонечку. В смысле, их производится больше, чем требуется. Больше нет той просадки. Это меня несказанно радует. Вот так и выгружаться ты будешь вот отсюда. И давай мы тебя поставим как-то покрасивше. Поровнее, что ли. Вот так вот пойдет. Давай, выгружайся. Пока оно там падает в моему точку, поменяем лесопилка. Загрузка поддона. Вообще, надо просто посмотреть по списку. Куда реально надо съездить. Где реально что-то надо забрать. Да и вообще, по списку стоит пройтись. На лодочной станции пока ничего забирать не надо. На компостере мы сейчас там оттуда и так забираем. С лабораторией дрожжей мало. Силостной добавки мало. Нет никакого смысла. Вот здесь планки прям точно надо забрать. Ну и плюс, что остальное еще влезет, добьем. Лесорубов мы посмотрели. На мастерских мы тоже все посмотрели. На мельнице пока забирать ничего не надо. Молочный завод и подавно. Производство извести, наверное, тоже можно пока не забирать. Плюс извести нам не сильно нужна. Производство удобрений тоже нет никакого смысла пока что. Про травитель семян у нас не работает. У рыбака ракушки. Ракушки надо будет вывезти обязательно. Но это уже когда наши зерновозы освободятся. Отправим их сделать по три поездки. Забрать ракушек и на производство извести их отвезти. Здесь они как раз и заканчиваются уже скоро. Как раз сюда влезет там 300 с копейками кубов. Далее сахарный завод тоже забирать особо ничего не надо. Я в прошлый день, по-моему, все вывозил. Гербициды. Вот это надо забрать отсюда с сепаратора. И сепаратор, кстати, остановил. Тут такой прикол, что он показывает, что хватает всего там на 24 часа. Но так как две линии абсолютно одинаковые были запущены, то он закончил работу в два раза быстрее. Я его просто остановил. Как бы и ладно. Вот гербициды отсюда надо забрать, да. Далее на столярке тоже особо ничего интересного забирать не надо. Сыроварни не надо. Ферментатор солода мы только поставили. Здесь вообще еще наоборот надо будет завозить потом все. На целлюлозной фабрике тоже ничего нужного нету. И щебеночный завод. В принципе, пускай пока тоже работает. Все, так надо нам только лесопилку освободить и все. Давайте выгружаем последние вот эти вот штуки. Сами вручную здесь все объедем. Так, я вижу, есть небольшие пробки у нас. Сейчас пойдем разбираться. Да, когда много, это у нас почти все перевозчики работают в этом списке. Они на карте иногда сталкиваются, но что поделать. Итак, нам отсюда в первую очередь надо забрать планки. Остальное, сколько там влезет, добьем просто фуру. А планок мы забираем аж 45 поддонов. Соответственно, 5 поддонов, чего-нибудь другого еще тоже заберем. Я думаю, что просто поддонов имеет смысл. ДВП, ДСП, пускай пары будут. Все, все залетело. Ну и давай поддоны тогда просто 5 штук. Бздынь, готово. Ну, оно в общем-то выгрузится, на складе все нормально. Пробка у нас произошла вот тут-то. Ты у нас кто такой? Ты возил, кстати, поддоны на склад рыбака. Я про тебя совсем даже и забыл. Поэтому может даже и хорошо, что ты застрял. Сейчас поедешь на рыбак 2 выгрузка 1 раз. Давай ей туда. Да, вот этот перекресток я переделал, а вот этот перекресток я не переделал до сих пор. Может быть даже очень зря. Потому что если запускать много техники, здесь довольно часто вот подобные истории происходят. Давай, друг, вези, разгружай навоз. Остальных всех все хорошо. Далее, друзья, можно еще, кстати, про пиво вспомнить. И знаете что? У нас же пиво здесь производится в двух разных видах. Одно бочковое, а другое в стеклянных бутылках. Я как-то стеклянные бутылки делать не планировал на самом деле. Но сейчас, ввиду того, что в принципе есть у нас деньги на это, думаю, может быть имеет смысл поставить вот это производство стекла. Плавильню стекла или как она там правильно называется. Ресурсы-то у нас тоже есть. Там песок, по-моему, только нужен. И метан. Но это не точно. На самом деле много кому нужно всего по одной поездке сделать. Поэтому они ее делают и освобождаются. Ну вот зерновозы на самом больше. Самый большой дефицит у нас по зерновозам. Я ввиду того, что карьера у нас уже потихонечку заканчивается. Я четвертый докупать не стал. Так, в принципе, если бы она были еще какие-то планы на дальнейшее прохождение, я бы взял еще один или два даже. Именно, чтобы всякую сыпучку возить. Но уже ладно, есть как есть. Ну вот этот товарищ уже, кстати, закончил свои грязные делишки. И знаете что? Мы его тогда отправим возить навоз на биогаз северный. Там, тем более, тоже все рядом. Забирать ты его будешь. Давай на свинарник навоз. Его там точно много уже тоже насобиралось. И биогаз северный. Разгрузка. Девять раз. Давай, катайся. Ну и получается, мы порешали вообще все проблемы с нашими производствами. Ну то есть, они сейчас, конечно, это все катаются, делают. Но когда они всю свою работу сделают, когда они все докатаются, проблемы со всеми заводами будут решены. Это хорошо. Ну и, друзья, что нам тогда нужно сделать далее? А далее нам, друзья, нужно убрать все наши поля. Я, друзья, сделаю это все за кадром. То есть, надо подождать, пока маны освободятся. Да, я думаю, что, знаете, тем более, что завтра Рождество у меня выходной. Точнее, вот, бздынь. И уже сегодня получается. Вот, выходной. Я думаю, что можно будет устроить какой-нибудь стремец, посидеть, поболтать и поубирать урожайчики. Тем более, убирать много чего есть. В первую очередь, конечно, надо наши поля убрать. И, возможно, их надо будет... Хотя, что-то польем жидким. Наверное, купим какую-нибудь хреновину для разбрасывания обычного сухого навоза. Его тоже, друзья, копится довольно много. Вот. Так что, вот такая вот история. Встретимся тогда, друзья, после стрима, после уборочной. И посмотрим, что мы там наубирали. Август, друзья, продолжается. И что у нас происходит на нашей ферме? Ну, во-первых, убирается 50-е поле. Здесь мы убираем кукурузу-насечку. Я вот думаю, может быть, надо было все-таки эту самую силостную добавку сюда запихать. Этот комбайн в теории даже сам может ездить пополняться ей. Но уже ладно. На следующий год попробуем. Тем более, мы даже и производим эту самую силостную добавку. Далее. 42-ое поле, друзья. Мы засеяли канолой. И после этого я его, это самое поле, полил еще жидким навозом. Так что тут азот немножко приподнялся. Сейчас здесь катается наш каток. Укатывает это все дела. Ну, и останется еще только полить удобрениями. Потом уже обычными сухими или жидкими. И все здесь будет классно. Также, друзья, был убран у нас сорга. Из 15-го и 16-го поля. Там мне показалось, урожайность прям очень маленькая была. Сейчас посмотрим, сколько получилось. Я еще сам не видел. Это у нас на стриме все было. А также, друзья, два поля у нас еще были убраны. 19-е и 59-е. Пшеница и ячмень у нас тут были. Тут только уборка. Ничего пока с этими полями я еще не делал. А, заволковал я здесь солому. Так что, когда освободится наш фуражник, можно будет ее собрать. Ну и сейчас продолжается уборочная. 44-е поле у нас убирается. Тут у нас гречиха. 25 минут, если верить инспектору, осталось им работать здесь. Пускай работают. Также, друзья, были выполнены все контракты, которые были на удобрение. Потихонечку на стриме их сделали. И был контракт на посев 78-го поля, который я тоже сделал. И сейчас контракт на удобрение этого самого 78-го поля. Так что, денюжки вроде как какие-то есть. Но, что самое главное, ферментатор солода нас интересует здесь. Вот он. Весь урожай мы сразу свезли сюда. Слушайте, а нормально здесь сорга получилось даже больше, чем пшеницы. Неплохо. Понятно. В общем-то, мы запускаем все эти три линии. Здесь еще не хватает воды, не хватает электрозаряда и не хватает поддонов. Электрозаряд появится здесь не скоро совсем. Но вот воду и поддоны надо бы, наверное, отвезти. Только единственное... Давайте разгрузим комбайны, а то они почти уже забились. У нас еще осталось с поля созревшим хмелем. Но я что-то подумал, что я его даже в августе убирать сейчас не буду. У нас уборочная вот на этом и закончится. А в сентябре мы его уберем. В сентябре будем ставить... Наверное, даже в сентябре мы еще не будем ставить пивзавод. На общем, хмель соберем в сентябре. Можем себе позволить. На август еще работа и так валом. Еще куча контрактов. Поэтому подождет, никуда не денется. И поля наши еще в порядок привезти. Собрать солому надо будет. Их известью посыпать, замульчировать. И, наверное, еще и навозом полить. Надо будет посмотреть сейчас, сколько у нас жидкого навоза осталось. На 42-й поле ж много ушло, наверное. Не может быть, купим разбрасывалку для сухого. Это вот, кстати, сколько поля уже убрано, получается. Они объехали вокруг, вышли на проходы. И это будет только вот на первый ман. Не сильно большая урожайность у нас у гречки. Но и сама по себе она подороже, чем остальные культуры. Да и мука, которая с нее получается, тоже вроде как подороже, чем у нас там рожаная, обычная, полбяная и так далее. Уже и грузовикам, и тракторам уже всем плохо. И все уже и много часов отработали, и много километров накатали за сегодня. Можно будет нос в статистику. Сумзе, кстати, с самого утра сегодня играю. И стрим был, и вот записываю сейчас. Так, все, выгружаемся в ман. После чего он поедет сразу на мельницу. Это все дело отвезет. Все, друг, давай едь, разгружайся. А мы пока... А, не, надо еще Джуника разгрузить. А то он уже тоже на 73% заполнился. И все, и теперь мы их здесь оставляем. Пускай стоят здесь. А мы давайте все-таки разберемся с нашим ферментатором. Воды 300 кубов сюда вылазит. Поддонов 75. То есть... А что это я здесь оказался? Случайно получилось. Давайте отправим товарищей, которые это все дело сейчас отвезут. Давай, вот ты. Нет, у тебя мало топлива. Вот ты, у тебя топливо побольше. А то, знаете, 6 поездок это не самое близкое занятие. Не самое быстрое занятие. Что у нас там по воде осталось на нашей водоочистной станции? Наверное, там уже мало воды. Да, 145 кубов здесь всего лишь. Давайте, знаете, как поступим? Давайте 3 поездки. Эти 145 кубов почти 150. Пускай он заберет отсюда. Водоочистная станция, вода, загрузка. И... Что у нас? Сахарный завод. Солод. Выгрузка. Вода. И вази воду. А другую, вольву, мы тогда отправим с биогаз Севервода. Там загрузится водой. Это тот гидрант, который мы ставили чуть ли не в самом начале карьеры. С бесплатной водой. И его тоже отправляем. Сахарный завод. Солод. Выгрузка. Вода. И отвозит он воду. И тоже 3 раза. Давай, друг, тоже едь катайся. Я не проверял триггеры на работоспособность еще. Видимо, зерно выгружается. Иманы там, кстати, нормально заезжают. Нам надо, друзья, еще поддоны отвезти. Поддоны же у нас есть. Черт, автосохранение не вовремя. Поддоны. Кстати, не так уж и много поддонов. 149 кубов. 150 у нас здесь лежит. Надо сейчас посмотреть будет, производим ли мы достаточно поддонов. А 50 кубов у него сейчас предел заполнения. Я думаю, этого вполне хватит. Там, куда мы это везем. Чуть что потом докинем. А солод, выгрузка поддоны. Давай, один раз отвези туда 50 кубов поддонов. Ну, а электричество, электроэнергия туда придет сама в 9 утра. Ну, а мы тогда возвращаемся на наше поле. Хотя не сильно много они тут под насобирали. Но надо разгружать, ребят. Так, что-то, по-моему, пошло не так на нашем ферментаторе. Я вижу, что вода исчезла из списка. Значит, как минимум одна бочка выгрузилась. Но поддоны там стоят и вольва одна стоит. А значит, что-то пошло не по плану. Погнали разбираться. Ага, вольвы все нормально. Они просто пропускали друг друга. А вот эта штука здесь отказалась разгружаться. А почему? Чуть-чуть не доехала, да? Чуть-чуть не доехала точка. Слишком близко. Давайте тогда мы просто эти точки местами поменяем. Вот эту поменяем вот с этой местами. И вроде как все должно будет сработать. У меня было изначально подозрение, что здесь слишком близко она. Но уже ладно. Так, давай тогда проезжай здесь. Стоять. Куда поехал? Все, сделай кружочек. И разгружайся. А вольва, кажется, стояла просто потому, что пропускала другую. Все нормально. Они разъехались сами. Так, у нее холодно. Топливо заканчивается. Но ему вроде как последняя проходка осталась. Должно хватить до конца. Если вдруг не хватит, сами все доделаем. Потому что всем чиниться. Всем заправляться надо. Кстати, вот эта последняя проходка. Ее можно даже и не делать. Она в холостую. Поэтому давайте мы его разгрузим. Да и отправим на базу. Чего ему в холостую кататься? Правильно? Правильно. Ну а поддоны пошли разгружаться нормально. Главное, чтобы он еще уехал оттуда. Потому что там тоже довольно-таки узковато. Так, все. Маршрут сбрасываем. Жатку отстегиваем. Бздынь. Комбайн складываем. Жатку цепляем. Бздынь. И отправляем его домой на парковку. Ну и разгружаем остальных ребятишек. Давай, давай. Разгружайся. Не бойся. Оп. Все. Соответственно, этот комбайн мы тоже складываем. Черт. Жатка. Успокойся. Жатку отцепляем. Перецепляем ее обратно. И отправляем его домой. Все, друг. Погнал. Остался еще Джонни. Ну и все. И с Джонни у нас тоже все хорошо. Он завершил свою работу. Поэтому погнали. Всех отправим отдыхать. Или в последний путь. Давай, разгружай гречку. В мана. А этого товарища мы точно так же отправляем домой. Нью-Холланд уже приехал. Класс сейчас тоже приедет. Давай, Джонни. Шуруй отдыхать. Эту хреновину мы складываем. И тоже отправляем на парковку. У нас парковка Зерна Ост-4. Как правило, он паркуется там. Ему надо съездить и починиться. И заправиться. Он съездит, починится, заправится. И все у него будет нормально. Далее. Вот ты, друг. Ты у нас какой-то и починенный. И заправленный. Странно. Но ладно. Ты у нас просто едешь на мельницу. Выгрузка Зерно. Там разгружаешься. И все. Далее. Вот этот вот ман. Который уже почти приехал. Зря я его остановил. Надо было дать ему выгрузиться. Но ладно. Отправляем его. Он, правда, поедет сейчас починиться на базу. Потом вернется сюда выгрузиться. И поедет припаркуется. Они все закончили. Контейнер тоже прибыл на парковку. Ну и, в общем-то, друзья, что мне остается сделать тогда в этот прекрасный августовский день за кадром. Ну, во-первых, контракты. Но это не особо большая проблема. Контракты сделаем. Если где-то будут какие-то остатки по урожаю, заберем себе. А также, друзья, сечки мы уже собрали почти 3 миллиона. И сколько это мы примерно собрали поля? Ну, 2 трети где-то, наверное, собрали. Короче, около 3,5, я так думаю, на вскидку миллионов сечки у нас будет. Соответственно, всю ее надо будет закинуть куда? Правильно, в силосную яму и сделать из этого силос. Единственное, только, наверное, надо посмотреть, что у нас на компостере по этой самой сечке. Компост из сечки. Сечки, ага, 144 куба. Один прицеп мы отвезем туда. Остальное в яму. Один, я имею в виду, вот этот вот 300-кубовый прицеп. Остальное все в яму закину и утрамбуем будет силос. С этим понятно. Также, друзья, по полям, по полям. Значит, тоже четвертое, которое мы собрали. Мульчер, известь, жидкий навоз ожидают. 15-е, 16-е, то же самое. Мульчер, известь и предварительное удобрение. 19-е, 59-е, предварительно нужно солому собрать. Наверное, тоже на базу ее отвезу. Если не будет там места хватать, то продадим. Охрена я ее столько складываю, непонятно, но ладно. Ну и, соответственно, здесь то же самое. Надо будет потом пройтись мульчером и посыпать известью. Посмотрим, что еще навозом польем жидким, сухим и так далее. Ну а 50-е поле наше. Его надо будет перепахать и собрать с него камни. Ну а сначала мульчером, разумеется, да, пройтись. Но потом надо будет его перепахать. А перепахать это сбор камней. В общем-то, это надолго. Может, я это ставлю тоже, знаете ли, на сентябрь. Вот, в сентябре тогда мы соберем наш хмель. Может быть, будут еще какие-то контракты. И в сентябре у нас, друзья, пассивная. Потому что в сентябре мы будем сеять пшеницу, сеять ящмень, сеять полбу, сеять рожь. И все это у нас озимая история. Так что работы, вроде как, получается, мне хватает. Новое предприятие мы замутили. Скоро у нас будет наше собственное пиво. На этом тогда эту серию я предлагаю вам закончить. Капец, как много денег тратится на обслуживание техники. Что у нас за сегодня по обслуживанию? Уже 335 тысяч, это не предел. Выйдем, скорее всего, опять до 600. Ну и толком ничего сегодня не заработать. Хотя вот по контрактам 603 тысячи. Нормально. Плюс еще потом прилетит миллион точно будет. Хорошо. Ну и да, статистика за сегодняшнюю игровую сессию. 130 гектаров урожая мы сегодня убрали. Засеяно, опрыскано. Засеяно всего в 17. Как так? А, ну контрактные шпаля не считаются. Ну да, точно. Время сборки урожая 14 часов. Но это каждый комбайн просуммировался. Пройденное расстояние за сегодня 1220 километров. И на этом еще все не заканчивается. Расход удобрений за сегодня 396 кубов. Я сегодня столько точно не потратил. Непонятная цифра. Ну и 8-часовая такая вот игровая сессия сегодня у нас получилась. О, кстати, контракт выполнился на удобрения. Да, я сегодня много удобрял полей. Но я ни одно не поспал известью с большим расходом. Свои поля я точно не удобрял. А на контрактные у меня мало удобрений уходит. Там мы экономненько все это дело расходуем. Может он как-то по-другому считает. Не знаю. Гречиха, она, кстати, последняя выгружается. Сколько мы ее собрали? Там, по-моему, 2,5 мана было. То есть прям совсем немного. Где наша мельница? Или 3,5 мана? Да, 2,5-150 кубов всего лишь собрали мы гречики. Эту линию, соответственно, мы тоже тогда запускаем. Ну и тогда, друзья, у нас, в общем-то, все. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Если не хотите ждать следующую серию на Boosty, уже давно сезон закончился. Там это все дело можно посмотреть. И следующая карьера уже началась. Спонсорам на Boosty огромнейшее спасибо, друзья, за поддержку. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.